Всем приветик! Мы сейчас идём в больницу, а потом нам надо зайти в отдел, где делают полюс, страховые полюса. Мне надо сделать заново страховой полюс, так как я его делаю на год, но больше мне его не делают. Это новый закон был, оказывается, и теперь это, получается, будет мой третий полюс. Мне позвонили, сказали, что я пришла и сделала полюс, потому что мой скоро будет уже негоден. Хотя я им вообще не пользуюсь, я им пользуюсь только в томатологии два раза за всё это время. Сейчас бежим, у нас на улице так, знаете, небо чистое-чистое, но морозец чувствуется как хороший. Даже я, насколько ни педа не застёгиваюсь, я застегнулась целиком. Короче, бежим, потом походим по магазинам, я включусь ещё в магазине. Вот так вот. Бежим в больницу. Ждём, когда их примут. Жесть. Короче, записали любимого врачу. Ну и на колонечке написано, в какой кабинет заходить. Всё, но мы все зашли, ждём очередь. Тут выходит подход регистратор и говорит, ой, а вы знаете, а вам другой кабинет? Это 28-й кабинет. А в том кабинете, в котором сели, там очередь километр. Туда пришли, тут никого нет, тишина. Всё, Мила спокойно зашёл. Всё, сейчас быстренько всё сделает, пишет и пойдём домой. Не домой, пойдём по магазинам. Надо купить продукты. Ой, я сегодня будет торт делать. Короче, столько дел сегодня, вообще жесть. Ещё надо стены побелить. Короче, не знаю, когда я всё это буду делать. Ещё эти интернетчиков никак не могут дождаться. Ну всё. Сейчас ждём, когда она выпишет лекарство. Сейчас получим выпивку. И пойдём. На хаос. Нет, ещё сначала в магазин, потом на хаос. Да, по магазинам. У нас ляшка внутри. Я говорю, надо торт делать в Барселине. Скажи, это горячая, ляшка. Ха-ха-ха. Алё. В каком месте? Видите, как он делает. Как у вас отчество? Алёна Игорьевна? Я здесь всё равно сдам. Короче, сейчас я более-менее успокоилась уже. В итоге мы пришли в больницу, посидели, всё сделали. И нам надо было, чтобы они нам выписали лекарство. Она входит медистра и говорит, вы знаете, ездите в область, там везете к своему врачу. И только потом, получается, приедете и возьмите там бумажку, и здесь приедете и получите лекарство. Хорошо. И дают анализы. Все, что надо сдавать, анализы, там, УЗИ. Мы приходим на регистратуру и говорим, так и так, она говорит, а вы знаете, только получается регистратура на УЗИ только на 24 декабря. Мы спрашиваем, а пораньше есть? А пораньше есть? Они говорят, ну, типа, пораньше и она, такая, язвит ее регистратор. Да, есть на 23. Я говорю, сразу посмотрите, искать номер телефона, чтобы написать жалобу. Я говорю, девушка, надо ехать в Кемерово, нам надо ехать в область, чтобы получить лекарство. Ага, а не надо мне, давай, извить, типа, если я ничего не могу сделать, нету других адресов. Я говорю, делай телефон, чтобы пожаловаться. Давай искать телефон, чтобы написать жалобу. И в итоге там другая регистратор такая, сразу же. Ой, вот, 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 есть пораньше, есть на 6 число, да, на 6 число есть там, типа, номерок, типа, вот, сходите на УЗИ, сразу же все. И нашлось, и УЗИ нашлось, и место нашлось. Я говорю, ну, как вот так? Получается, если пока ты не тряханешь их, они не будут ничего делать. Будут, получается, так же сидеть на попе ровно и не шевелиться. Так что добились мы своего, и мы идем в пятницу на УЗИ и все сдавать анализы. Может, во вторник или в понедельник поедем уже в Кемерово к врачу непосредственно. Печень смотреть будем. Печень смотреть. Вот так вот. Короче, сейчас покажу, что мы купили. Сделаю распаковочку. Будет такой. Получается, я взяла вот такую вот формочку. Я буду делать тортик. Завтра мы идем в гости, я буду делать тортик. И вот пришла моя хозяюшка со мной вместе будет. Получается, я буду делать тортик. Чтобы тортик надо нести в гости, вот, взяла формочку. Так, дальше. Сейчас я вам так сделать. Взяли картошки. Так, формочка стоила 17 рублей. Картошку мы взяли почти что 4 килограмма. 424 грамма. У нас вышла на 53 рубля. Потом... Так, потом дальше. Лук мы взяли. Лук у нас вышел на 20 рублей. Так, дальше. Захотели яблочек. Свежий урожай. Яблочки у нас вышли на 91,77. Хочется 2 килограмма. И... Я хочу сегодня делать капусту. Ой, борщ. Капусту. Вилочек взяла вот такой вот. Так, вилок капусты у меня вышел на 15,23. Так, дальше. Дальше. Сейчас я буду... Сейчас, минуточку. Что у нас здесь? Молоко по 25 рублей. Так, дальше. Кефир по 41 рубль. Так. В магните взяла муку. Вот такая мука пшеничная, алтайское поле. Не знаю, ни разу не брала такую муку. Посмотрим, что она себя представляет. Мне на вареник ей то, что делать. И потом взяли вот таких вот две рагушки. Так. Один рюкзак готов. Следующий рюкзак. Так. Яйца по 53 рубля 10 штук. Так. Так. Следующая. Подселивают на такой сыр. Янтарь. Получается... Вот янтарь еще один есть. Вот он вкусный. Мне нравится. Это плавленый сыр. Так. Дальше. Мироторговская рагу. Так. Следующая. Взяла такой горошек. И попробуем, что он себя представляет. Посмотрим. Потому что я так очень не брала овощ в помощь. Если он хороший, то будем брать уже на Новый год его. Так. Потом взяли вот такой вот арахис. Дисклограмм. Так. Следующая. Так. Мешки для мусора. И знаете, вот... Видите, я как повернула. Кокос. Каптары. Мешки для мусора. Это на карасском языке написано. Вот. Мешки для мусора взяла. Потом взяла вот такие ватные диски. Я их постоянно беру. Килограмм сахара взяла. И последние. Моя помощница. Взяли две булки хлеба. Вот такие вот. Тоже берем. Вот такие покупочки мы сегодня сделали. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Оставляйте свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Так что всем пока-пока.